Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. Жители могли выбрать объект благоустройства самостоятельно или воспользоваться помощью волонтеров. 31 мая завершилось голосование по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Оно проходило по всей стране. Наш Одинцовский городской округ, конечно же, не исключение. В нашем округе было выбрано для голосования 24 объекта. Основными точками, где жители были наиболее активны, стали центральная площадь в Одинцове и сквер в Голицыне. За последний, как один из более важных объектов в округе, отдала свой голос и депутата Кружного совета от «Единой России» Лариса Бархатова. Я просмотрела весь список объектов, и они все очень важны для нашего района, потому что наш район с каждым днем, с каждым годом, с каждым днем, он, во-первых, растет количество населения, и он благоустраивается. Он действительно становится лучше, краше, он становится приятнее для тех людей, которые здесь живут. Очень много вопросов решено уже буквально за несколько последних лет. Алина в этом году помогала жителям в голосовании. Вместе с командой волонтеров она и сама смогла отдать свой голос за одну из локаций. Жители, конечно, заинтересованы в вопросах и в голосовании за момент, который их интересует. Конечно, не в большинстве своих случаев, но они проявляют свою инициативу и очень даже смело голосуют. К нам даже дети подходили. Всего в Московской области в голосовании приняли участие более 740 тысяч человек. Одинцовский округ стал одним из лидеров по количеству проголосовавших за объекты благоустройства на будущий год. Свои голоса отдали почти 40 тысяч жителей. Результаты голосования можно посмотреть в реальном времени на официальном сайте проекта. Екатерина Крамар, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.